Есть у белорусской литературы особые, творами яких закопляются уже множество десятягодия. Одна из таких особ – Иван Павлович Мелеш. Своими книжками, которые вы ведете, я рассказал только одну, может быть, сотую, а может, не одну сотую, а только одну тысячную того, что я пережил, что я видел в жизни и что отшиваю мое сердце. Погартать сторонки биографии и вспомнить великого маэстро слова пропануем на родиме письменника у вёсцы Глинишча. Сегодня это невеликий дом-музей, яку спамин празнакомитого земляка. Практично у таким же доме 95 годов тому у простой селянской семьи народился Иван Мелеш. Усим белорусам доброведомо, что Иван Павлович народился 8 лютого 1921 года. У нас есть реестр о рождении по Юровичской волосе Реческого уезда 1921 года, у яким знаходятся надписы именно у всех тех, кто народился в 1921 году. За номером 27 тут так само есть надпись «Мелеш Иван Павлович, вёска Глинишча, а ле дата народжения стоит 6 лютого». Чому так отбылось, нам невядомо. Хотя сам письменник у своим особистым дёняку писал, что сегодня 8 лютого молодшему политруку Ивану Павловичу Мелеш исполнилось 21 год. Что уже докладно вядомо, так это тое, что вся семья Ивана Павловича вылучалася своими мастацкими здольностями. Его мать была вядомой у Глинишчах Пявуня. Дед вертуозно грау на балалайцы, брат Геннадь выдатно малявау. Да и сам Иван Мелеш уже у раннем дятинстве выявлял литературные здольности. До речи, после закончения школы Иван Павлович поступил в Московский институт философии и литературы и истории. Однако праучился он только три месяца и был накерованный в Червоную армию. Потом началась война. Асколок бомбы раздробил его правое плечо. Руку хотели ампутовать. А на его счастье он трапил до теленавитого грузинского хирурга Антонова, который, кажется, пошкодовал юнока, которому на тот час только было 21 год. Он сказал, ну как так? Хлопец из села. И когда ему отрезать правую руку, что же он после войны будет делать? Руку заховали. Але вельми амаль шесть месяцев Мелеш по шпиталях. Уже после войны Иван Павлович переехал в Минск. Тут он долгий час выкладал ОБДУ, был активным громадским деячам. Але навыц, находячися далёко от родимы, николи не забывал родные глинищи. Петро Миронович Маширом вельми, я кажусь, захоплялся творами Мележа. И они вельми были великими сябрами, вельми часто сустракались. После 4-го зезда письменников он запросил двух членов Рада и 10 письменников, начальник Иван Павлович Мележа, у свою рабочую поездку по полесью. Петро Миронович даў загад вертолёт посадить у глинищах. И 17 мая 1976 года на стадионе нашей новой школы, на той час, в итоге было полтора года, гэтый вертолёт приземлиўся. Иван Петрович Амякіна одразу задаў пытанне. Дети, вы ведате, кто до вас приехал? Конечно, Мележа навыц и першокласники в той час вельми добра ведали. Сёня у глинищах бадайні сустрыни жахара, які не чытаў бы знакомітою трылогію Ивана Мележа «Палеская хроніка». И гэта неадзивна, а бы ёна писаў своё родное «Палесе» и ёго жахараў. Центральным местам деяния ў ёго творах стали «Курани». У реальности ж гэта ж вёсачка Кораневка. Яшчы некалькі десяти годзів тому, мінавіта яна была з усіх Бакуў окружена непроходными болотами. Ранші правда, людзі на болоті написав, так она ж і было тако, ата ж гребля була не прахаўа. І гребля, і кром? І кром болото ж, кром, ёжово варадам, адзвістя метроў. І прихадзі мая, а тепер уже? А тепер уже суш, торк, осушили торк, пабрали. Бирали торк? Да, уже суха, аранші ж... Калістіг гэта былу вялікае сяло, а сёня тут засталося ўсяго, пяцже, хароў. Але яны выдатна памятаюць, як Іван Меліш приходзіў сюды і довга размавляў з мажакамі, з якіх потым пісаў сваіх героеў. Так, Васіля Васіля Васілявіча і Васілину Аляксіўну ўжу даўно охрыстіли Мелішускіме Васілем і Ганай. Як і юная Ганна Чарнушка, Васілина так сама росла з мачыха і была першай прыхажуній. Правда, поводли романы, замуж героиня выходит за сына кулака, а вось наше Васіля не пошанцевало куды більш. І она засталася со своім Васілем. Гуляли вместе, жилиш в одной деревні. Гуляли на лавочке. Да, собирались. Зразу сядь, посяди, расскажи мне что-нибудь. А потом постепенно, постепенно понаравились друг другу. Да и стишлись. Мелішускі герой ўжу даўно стали ўасаблінням національнага характару. Азнакамітые романы «Людзі на балоті», «Подых на вальнице» і «Завея Снежынь» – «Заправды» народными книгами. Выдатнага майстра слова з великай повагай ўспаміналі Яна Леонович і Роман Пастырнак. Раніцца студе добрага настрою.